Лаборатория по лечению почвы. Новая технология самарских ученых позволяет буквально оживить истощенную или отравленную землю. Здесь могут вернуть к жизни даже почву из нефтяных скважин. Задача самарских ученых – повысить плодородие и восстановить естественные свойства земли. Секрет в особых добавках. В зависимости от вида почвы и в зависимости от степени нарушенности почвы, нарушенности гумуса. И вот мы в зависимости от этих особенностей разрабатываем смеси, в основу которой входят обязательно сорбенты. Которые поглощают нефтяные или другие загрязнения. Добавки назвали ЖИП – живой источник плодородия. Это высокоэффективный биокомплекс, который стимулирует землю к быстрому самоочищению. Например, земля на территориях нефтедобычи обычно восстанавливается более 10 лет. А с использованием разработки самарских ученых время сокращается всего до пары месяцев. Обязательно должна быть инновационная составляющая, должна быть научная новизна. И вот такие разработки, они как раз и обладают несомненной новизной и практической значимостью. Применять могут, в общем-то, как сельхозпредприятия, допустим, для очистки земель. Но могут, в принципе, и частники. То есть, наверное, границы для этого нет. Исследователи рассказывают, над технологией трудились 10 лет и только сейчас получили нужный результат. Самарские ученые единственные в мире нашли индивидуальный подход ко всем болезням почв. Специальные смеси испытывали на разных типах проблемных почв и для каждого выявили свое самое эффективное лекарство. Все функции самовосстановления у почвенного сообщества есть, но они просто ослаблены в результате загрязнения. И задача как раз вот этих смесей, лекарств, добавок не заменить или как бы локально улучшить состояние почвы, а способствовать самовосстановлению почвы. Ноу-хау уже ввели в практику и получили первые положительные результаты. Биодобавки использовали на территории нефтедобычи Самарской Луки. Уникальной технологией заинтересовались ученые из Франции и из стран Африки. Мария Левина, Максим Гусев, События. Мария Левина, Максим Гусев, События.